За окном жара или холода, в этих вагонах для пассажиров всегда будет комфортная температура. Воздух обеззараживается, окна тонированные. Кресла мягкие и удобные как в эконом, так и бизнес-классе. И стулы в Москву и обратно теперь будут следовать современные электропоезда. Они заменят устаревшие вагоны экспрессов. Новый, комфортабельный, быстрый наверняка. И туалет, во-первых, есть для пожилых, пожалуйста. И места красивые, такие нежные. И посмотрите, какой воздух очищается. Мы пришли сюда, все мокрые, а сейчас так хорошо. Не только удобно, но и безопасно. Все, что происходит в вагонах, теперь будет отображаться на экране монитора в кабине машиниста. Это позволит быстрее реагировать на любую чрезвычайную ситуацию. Восстановлена новая система пожаротушения. Также срабатывают датчики в вагоне. Вся информация идет на пульт управления машинистом. И машинист через смежные службы вызывает пожарные расчеты. С 12 сентября по Московской железной дороге будет курсировать два новых подвижных состава. С их преимуществом знакомятся руководители региона Алексей Дюмин и президент РЖД Олег Белозеров. Гостям рассказывает, один из вагонов оборудован для удобства инвалидов. Здесь не только есть пандус, но и удобная туалетная комната. Для тех, кто путешествует на велосипеде, предусмотрено приспособление, чтобы поместить своего железного коня. А в вагоне бизнес-класса для деловых людей отдельное купе. В пути это два часа очень удобно провести переговоры, либо подготовиться к каким-то ответственным деловым мероприятиям. И что, наверное, еще более важно, очень много было просьб и пожеланий, чтобы было семейное купе. То есть это, по сути, купе на семью из четырех человек. Не только с повышенным комфортом, но и быстрее. Самое главное преимущество нового экспресса – это экономия времени. Это определенный временной интервал, сокращение его прибытия на первую станцию московского метрополитена. Сейчас 59. Раньше это было 2.45, 2.50. Это, конечно, существенно для нас. Именно Тульская область – один из таких пилотных регионов, где мы видим современную, надежную, по всем параметрам безопасности оснащенную технику, которая начнет уже курсировать между Тулой и Москвой. Мы готовы менять расписание, мы готовы создавать более удобные маршруты для жителей Тульской области. В следующем году на современные электропоезда будут заменены еще три железнодорожных состава, средний возраст которых сейчас составляет 35 лет. В железнодорожной компании обещают модернизации электричек на стоимости билетов никак не отразится. Надежда Мелехина, Вадим Роженков, Роман Тюкин, Первый Тульский.